Всех приветствую, друзья! Новые навыки. Насколько я понял, это что-то типа скама, только упрощенная версия и только в космосе. Ну, даже не в космосе, а на конкретной планете. На Марсе, собственно. Вот такие вот дела. Немножко я одним глазком подсмотрел. Зашел на парочку серверов. ПВЕ, ПВП. Здесь все это есть. Давайте перейдем сейчас с вами в игру по сети. Поиск есть. И, значит, насколько я понимаю, те сервера, которые мы с вами посетили, у нас будут обозначаться вот такими вот человечками. На них мы не пойдем, потому что нам необходимо посмотреть процесс обучения. Он здесь есть. Картинка весьма очень даже впечатляющая. Мне очень все понравилось. Но, наверное, сюда лучше заходить толпой, потому что одному... Не знаю. Вот я не буду спешить с выводами. Мне кажется, что одному здесь будет не так комфортно, как, например, куча людей. Особенно, само собой, разумеется, на ПВП серверах. Есть, значит, у нас публичные, есть у нас приватные. Давайте попробуем перейти куда-нибудь вот сюда. Не знаю. Адреса вы все видите. Просто попробуем чисто посмотреть, что из этого всего получится. Значит, нажимаем войти. Выбираем какой-нибудь пол. Есть у нас женщина, есть у нас мужчина. Я так понимаю, что вот это как раз-таки мужчина, а вот это женщина. Судя по всему, подтверждаем все это дело. И пошла у нас заставочка. Ну, учитывая, что нам необходимо загрузиться на сервера, скорее всего, эта заставочка будет длиться какое-то продолжительное. Хотя нет, слушайте, все очень быстренько. Видимо, в первый раз только так. Ну, окей. Давайте смотреть заставочку, потому что она тоже такая. Ничего себе, в общем-то. Глядим. Роботизированные пауки. Мы, скорее всего, как обычно, просыпаемся, да? В какой-то капсуле стазис или пробуждаемся из крио-сна. Видимо, у этого всего есть история, но я ее не знаю. Нужно будет почитать потом после обзора. Лучше, конечно, это делать до, но вы же знаете, русы. Что это за хреновина? Это как-то нас подпитывало, видимо, да? Отключили питалово какое-то. Ну, анимации так себе, честно говоря. Но планы прикольные. Мне очень нравятся. Компуктеры. Таймер на нулях. Интересно, он что-нибудь обозначает. Такс. Дайте мне управление. Я хочу в это играть. Так, ну что, ребят, управление мы с вами получили. В принципе, мышку, наверное, не нужно ничего менять. Ну, давайте осмотримся. Естественно, я уже это проделывал, но... Это было какое-то время назад. Это был еще, по-моему, первый сезон. Сейчас указано, что у нас сезон второй. И птичка нашептала, как обычно, что здесь что-то изменилось. То есть режим обучения, он стал как будто бы обширнее. Но вот то, что было раньше, оно было, ну, так себе. Вот давайте посмотрим, что же все-таки поменялось. Ну, скорее всего, этот видос будет посвящен все-таки тем людям, которые уже играли в эту игрушку. Так, тут у нас есть баллоны, есть еда, собственно, медицинский набор. И теперь нам необходимо все это дело как-то починить. Но было бы неплохо зайти в какой-нибудь инвентарь. Да, у нас есть инвентарь. Давайте использовать... Давайте использовать медицинский набор. Да, он его открывает. Хорошо, давайте глядеть. Что-то он там роется, 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 роется. Видимо, так и пройдет у нас все лечение. Ну, да, собственно, что и требовалось доказать. Можно пополнить, естественно, кислород. Хорошо. Трещинки, видите, на шлеме немножечко заканчиваются. И есть у нас еще набор еды. Хорошо, трещины у нас затягиваются еще больше. Но... Ага, они затягиваются постепенно, то есть все происходит не сразу. В верхнем правом углу у нас есть флопсы. Видимо, это какие-то очки, за которые можно прокачивать нашего персонажа. Тоже мне нашептала птичка, но будем разбираться, потому что пока нифига не понятно. Фонаря у нас, естественно, нет. Я нажимаю L, ничего не работает. Нажимаю F, ничего не работает. Необходимо найти пистолет. И мы, по всей видимости, его нашли. Парниша у нас немножечко подустал. Такое бывает, особенно в космосе. Ну, космос, знаете, очень опасное место. Там всегда все устают. Поэтому, если вы хотите все-таки стать космонавтом, и вам сейчас очень мало лет, и у вас есть какая-то перспектива, хорошенько задумайтесь о том, стоит ли вообще игра свеч. Так, тут у нас женщина плавает. А что у нее с головой? Что это за фоллаут у нас тут? А здесь у нас мужичина в плавочках. Ну, ладно. Семно, как в заднице, ни хера не видно. Так, а я смогу здесь что-нибудь интересно найти? Давайте вообще посмотрим пистолет. Пистолет мы ставим, но у нас нет патронов. Это что? Это фонарь. Вот давайте мы этот фонарь, наверное, и поставим куда-нибудь. А на пятерочку давайте мы его поставим. Нам будет немножечко поинтереснее с ним ходить. Ну, слушайте, что-то освещает. Теперь можно хотя бы осмотреть всех этих чуваков, которые здесь есть. Видимо, это, знаете, какие-то капсулы крио-сна, и мы проснулись. Но мы проснулись вообще в другом месте. Но мне кажется, что разница как бы невелика. Мы, собственно, одни из. Открываем ворота. Хорошо, выходим дальше. Здесь у нас... Да, сейчас мы видим перед собой, ребят, режим обучения. И нам вот такие вот экраны, мониторы показывают, типа, что нам нужно делать дальше. Поэтому давайте делать. Перепрыгнули. Нужно лезть в вентиляцию. Все просто, все понятно. Космос, вентиляция, узкие коридоры. Ребят, все это мы очень с вами любим. Особенно со времен Alien Isolation, когда у нас это все было. И это очень круто. Железная руда. Да, я помню, я ее когда-то собирал. Есть у нас 3D принтер, судя по всему. Давайте мы его поставим куда-нибудь на шестерочку. И я так понимаю, что вот эта метка, это то место, где мы должны его, собственно, разложить. И потом уже использовать. Значит, из железной руды у нас изготавливаются вот такие вот железяки. Это я тоже помню. Вот. Ну, а потом уже из железа мы изготавливаем себе патроны. Поэтому давайте изготавливать. Сколько, кстати, встать? 60 штучек. Хорошо, неплохо. Давайте зарядимся, потому что мало ли что сейчас случится. Может быть, они направят сюда вот этих вот паукообразных чуваков. Так, откройте затвор. А чем его открывать, интересно? Слушайте, я, наверное, что-то... Медицинский набор еще один есть. Может быть, какой-то инструмент нам нужен? Возьмите с собой мобильный принтер. Давайте мы его сложим. Вот. Мы его забрали. Установите... Так, нажмите... Стоять! Не так быстро. Откройте затвор, разбейте безопасное стекло и перелезьте на другую сторону. То есть затвор нужно было открывать после того, как мы взяли бы принтер. Давайте отойдем. Видите, вот показано на экране. Нам нужно отойти назад, пострелять непосредственно. Эй! Ну, патроны-то, блядь, заканчиваются. Че вы? Это же стекло всего лишь навсего. Хорошо. Перелазим. Дальше нам нужен какой-то... Какая-то фиговина, с которой я, кстати, не сталкивался. Но есть какие-то ресурсы. Давайте мы их пособираем. Хорошо. Видимо, опять нам здесь понадобится 3D принтер. Устанавливаем. И, видимо, нужно скрафтить какой-то новый инструмент. Импульсный экскаватор. Первый уровень. Шахтерский инструмент. Нужен для добычи обычной руды. И также с его помощью можно сносить здание, разбирать устройство. Но с меньшей эффективностью. Ну, типа, давайте попробуем. А я не могу его создать, потому что у меня не хватает каких-то ресурсов. Так, медицинский набор. Еще один. А, вот, смотрите. У нас тут есть какой-то хлам. Давайте заберем. Я сейчас стоять. Мне нужно просто F нажать, и тогда он перелезет. Ну, хорошо, что хотя бы так эта механика работает. Уже как бы и неплохо. Значит, все пособирали. Переходим обратно к нашему экстрактору. Или как он там, блин, называется. Переходим вовнутрь. Изготовитель, в общем. Делаем себе... Да? Сколько штук нужно? Ладно, давайте создадим. Наверное, других вариантов все равно пока нет. И я его создать не... А, еще можно делать. Давайте создадим максимальное количество. И сейчас импульсный экскаватор должен отсветиться у нас. Но что-то как-то чудо, знаете, не происходит. Нужно 8... Подождите, а может быть, него перезайти надо? Нужно 8... 8 железа. Откройте окно навыков и выучите рецепт имп... Аааа, вот оно что! Слушайте! Поэтому у нас его типа и нет. Значит, есть у нас с вами дерево технологий. Приобретаем вот этот чертежик. И только теперь, ребят, мы можем его с вами скрафтить. Давайте так и поступим. Нужно будет еще сделать, наверное, немножечко патронов. Хотя, наверное, не стоит торопить. А события вдруг... Вдруг... Или давайте. Мы можем сделать себе еще одну обойму. Вот. Замечательно. Теперь мы поместим этот экскаватор непосредственно на вторую вкладочку. Возьмем его. Очень жаль, что фонарь все равно нихера не включается. Он включается отдельным каким-то... Отдельным каким-то, значит... Ну, типа инструментом. Фонарем. Само собой, разумеется. Так. Это вообще как-то работает? Нужно постоянно клацать? Или можно зажать, и он будет? Нет. Постоянно он вертеться не будет. Нужно постоянно типа нажимать кнопку мыши. И тогда мы разгребаем вот таким вот образом завалы. И, видимо, мы добываем эту самую железную руду. Она нам пригодится для изготовления железа. А железо нам пригодится для изготовления различных материалов, патронов и расходников. В общем, тут все понятно. Все нормально, все понятно. Так, хорошо. Давайте стоять. Нет, пока еще рановато. Давайте создадим еще железо побольше. Пусть будет. Вот. Процесс у нас пошел. Есть очередь изготовлений. Но здесь не хватает, видите, нитрата. То есть получается, что патроны мы сделать при всем своем желании не сможем. Окей. Давайте двигаться дальше. Так, по патронам, значит, можно перезарядить. О, пошло, пошло у нас тут, значит, вот это вот все. Все? Так, быстро? Да, смотрите, мы зарабатываем флопсы непосредственно от убийства вот этих вот ботов. Но, видимо, флопсы мы будем зарабатывать еще от убийства различных игроков на соответствующем сервере. Пвп серверах, видимо. Не знаю, как их можно зарабатывать на ПВЕ серверах, видимо, только исходя из того, что... Ну, из-за роботов, короче. Все, я все сказал. Так, что у нас тут есть? Сварочный аппарат, первый уровень. Давайте мы его возьмем. Разберитесь с врагом. Залутайте торопыгу, разберите его останки с помощью импульсного экскаватора. Ну, давайте разберем, сейчас посмотрим. Вот. Движуха у нас пошла. Так, тебя. Ну, собственно, все, видимо, да? Больше я добывать ничего не могу. Демонтируйте недостроенную стену с помощью вашего сварочного инструмента. Да, это вообще как два пальца. Значит, как во всех нормальных космических играх, левая часть это типа достраивать, правая кнопка мыши это у нас разбирать. Тут все просто. Я сказал часть, должен был сказать кнопка. Окей, все это мы с вами сделали. Валяется у нас уже готовое железо. И нам предлагают... Откройте окно навыков, изучите рецепт фундаментной конструкции. То есть, крафт здесь есть, ребят, в полной мере. Следовательно, нужно будет все это изучать. Вот, значит, этот фундамент у нас и есть. Платформа. Теперь, видимо, нужно будет ее построить. Для того, чтобы запрыгнуть на вот этот вот мостик. Ну, это типа просто, наверное. Только нужно как-то так, B, нажимаем, берем, размещаем и поставим таким образом, чтобы она вообще хоть как-то поставилась. Так, установить-то мы ее установили. Видимо, здесь нам поможет уже сварочник. Давайте заварим это все, построим, поставим. И попытаемся забраться. Интересно, а я смогу ее потом забрать? Потому что слишком много металла здесь уходит для того, чтобы ее построить. А мне кажется, что транжирить все это дело направо и налево вообще не нужно. Вот, мы-то залезли. Но давайте попробуем присесть. Да, действительно, я могу ее разобрать. Наверное, я лучше это сделаю. Потому что вдруг нам опять понадобится патроны, а мы не сможем их ни с чего сделать. Наверняка через вот эти вот все коридоры путь лежит к поверхности планеты. И там уже начнется какой-нибудь замес. Так, тут у нас есть лестница. Это выход из испытательной камеры. Окей. А, вот, смотрите, значит, карта мира. Есть три зоны, в которых мы можем с вами отспавниться. Но нам почему-то не пишут, какие опасности нас здесь могут ждать. Давайте мы, наверное, с вами на юг перейдем. Появиться в точке, южной точки. И очень надеюсь, что там будет безопасно. Если там не будет безопасно, будем себя обезопасивать. Обезопасивать. Какое тупое слово, но не обращайте внимания. И будем как-то пытаться выживать. Надеюсь, что у нас с вами все получится. Так, защита респавна закончится через 26 секунд. Ну, слушайте, такая себе марсианская планетка. Там уже вон у нас ходят какие-то роботы. Я не могу почему-то взять пушку. Видимо, пока идет таймер. Но я могу пособирать материалы на поверхности этого самого Марса. И, наверное, давайте это делать. Видите, мы с вами собираем нитраты. Нитраты нам также необходимы для крафта патронов. А вон там вообще какая-то свалка лежит. Так, что у нас по карте? Карта у нас есть. Уже радует. Потому что, знаете ли, есть такие игрушки, в которых карт нет. В основном это последние выживалки, которые мы с вами записываем на канале. Это Miss Survival. Это Green Hell. Ну, и все, собственно, наверное, да? Так, тут у нас какие-то всякие... Всякая чепуха лежит. А почему я не могу использовать пистолет? В чем подвох? 100 флопсов, кстати, у нас с вами есть. А, нужно опять все переложить, типа, видите, вот сюда. Ну, окей. Так, переносной 3D принтер. Здесь у нас валяется. Вот оно что. В режиме обучения у нас была вот такая вот фигня. И сварочный аппарат. А теперь это все куда-то пропало. Настройка вручную. Тут можно выбирать, значит, цветовую гамму нашего чувака. Можно сделать вообще оранжевую, сливаться с песком. И нам за это ничего не будет. Но давайте выберем пока, наверное, красный. Не то, чтобы мне это очень сильно нравится. Но почему, собственно говоря, нет. Нет, здесь у нас будет белое. И визор можно, да, поменять, сделать какой-нибудь цвет. Ну, я не знаю, какой-нибудь синенький пусть будет. Ну, вот такой, типа, знаете, незатейливо, в общем. Можно ставить еще какие-то рисунки, собственно. И на этом все. Ну что, ребят, давайте открывать все эти рецепты. Попытаемся сейчас как-то повыживать. Патронов у нас, само собой, разумеется, нет. Но нам необходимо добывать различные камушки для того, чтобы эти патроны скрафтить. И, видимо, принтер придется постоянно раскладывать для того, чтобы заниматься этим самым крафтом. Слушайте, там база какая-то стоит охеревшая. Давайте мы, наверное, еще туда сходим. Ну, пока все тихо. Слушайте, мне кажется, туда лучше не соваться, потому что наверняка она охраняется какими-нибудь роботами. А нам необходимо поставить на цельце на ближайшую поверхность. Вот. Музони играет. Кстати, музыка похожа на музыку из Crysis. Кто помнит такую игру, тот молодец. Давайте создадим. Вот, у нас фонарь нам не нужен, а вот патроны я, пожалуй, сделаю. Хорошо. Патрошики у нас есть. Принтер мы пока с вами не будем собирать. Просто попытаемся как-нибудь перезарядить все это дело. Пособираем еще немножко руды. Пособираем немножечко нитрата. Это у нас вообще какаха какая-то валяется неинтересная и ненужная. Главное не уйти далеко от этого места, потому что мы потом хер найдем наш 3D принтер. А он, скорее всего, нам очень нужен. Наверняка он как базовая вещь появляется тогда, когда нас убивают в инвентаре. Точно так же, как и фонарь, точно так же, как и пистолет. Ну и все базовое, короче. Вот этот старт-кит так называемый. Все. Давайте попробуем вернуться, сделать себе больше патронов. Потому что без патронов, мне кажется, туда лучше не идти. Хорошо. Продолжаем. Замечательно, ребят. Патроновщики у нас есть. Наш 3D принтер я тоже складываю. Но давайте нажмем на U и посмотрим, что мы можем еще сделать. Хотя подождите. Мы уже выучили, и это у нас все доступно. Дерево навыков. Значит, по инструментам. Да, действительно, он у нас есть. Какие ништяки у нас имеются? От уточки. Аварийная капсула по инструментам. Вот он, сварочник. Можно его приобрести. Флопсы 30 списались. Пусть будет сварочник. Здесь у нас чего внизу? Газовый резак. Аэрограф. Покрасочный инструмент для украшения строения. Короче, слушайте, можно базы строить и, видимо, раскрашивать их различные вот элементы. Нормальная игра. Все как нам нравится. Нормальная игра. Чуть я ее прям побаивался записывать, а оно оказывается вон что. Смотрите, как прикольно все сделано. Видо от третьего лица. Видимо, нет. Есть зато микрофон. То есть я могу... Эй, есть кто-нибудь на серваке? Как-то не очень. Знаете ли. Кто-то ответил. Слушайте, кто-то ответил. Алюминий. Давайте заберем все. Смотрите, в ящиках что-то есть. Может, мне показалось или кто-то действительно ответил? Я просто так от понта поорал. Знаете, что нам нужно? Я хотел бы посмотреть, есть ли у нас какие-нибудь здесь люди. Вот на какую кнопку, типа, игроков посмотреть? Я, честно говоря, не знаю. Но, наверное, если мы перейдем в назначение клавиш, то нам обязательно это напишут. Значит, меню альянса. J. Меню развития. О, меню игры. Жесты. Открыть чат. Переместить. Не знаю. Давайте попробуем. Так, смотрите. Есть кланы. Кланы альянсы. А вот с людьми пока не очень понятно. То есть в него, видимо, можно... Да, смотрите, можно вступать в кланы. Но мы пока этого делать не будем. Пока не разберемся в игре. Может быть, потом создадим свой. Если хотите, обязательно пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Тогда будем разбираться. Не, мне никто не отвечал. Это просто, видите, когда он собирает какие-то ресурсы, это сопровождается каким-то вот таким вот звуком. Просто у меня звук сейчас в игре прикручен типа по минимуму. И я особо такой, знаете, не слышу. Не слышу. Не слышу. Первое впечатление, что кто-то с тобой заговорил, но... Но где-то очень далеко. Или с плохим качеством микрофона. Сварочный аппарат, ребят, давайте создадим. Он у нас уже есть. Хорошо. Вот. Устанавливаем его куда-нибудь сюда. И для импульсного экстрактора нам необходимы ресурсы. Само собой разумеется. Давайте сделаем их максимальное количество. Пока пять. Здесь у нас было уже три или два. Но нужно восемь, короче. И тогда мы сможем сделать еще импульсный... Почему я называю экстрактором? Экскаватор же, епта. Так, еще один камешек нужно где-то найти. Вот. Вот он валяется. Сейчас все будет. Да, ребят, пишите в комментариях, хотите ли вы больше этой игры на канале. Потому что... Потому что это очень важно. Помогайте, в общем. Если есть желание. Так, ну, собственно, все. Я думаю, что теперь мы сделаем все красиво. Все как надо. Смотрите, какой он невзрачный, этот 3D принтер. Если мы его ведем на большое расстояние, хер мы его потом найдем. Понимаете, в чем дело. Так, создаем еще одно железо. И вот теперь я могу сделать экскаватор. Вот этот вот самый импульсный. И поместить его на вторую кнопочку. И все будет хорошо. Получается, что вещи, которые были у нас в обучении, они вернулись. Видимо, потом можно будет прокачивать уровни всего этого дела. И создавать себе более улучшенные вещи. Так, нитрат у нас нет. А для патронов необходимо 3 железа. Я могу сделать себе еще один стак патронов. Итого патронов у нас с вами где-то 150-15. Видимо, по 150 стакается в кучу. Хорошо, я не против. Ну что? Судя по всему, сохраниться мы с вами не могем. Но мы могем пойти на какую-нибудь базу. И меня вот очень сильно интересует вопрос. Могу ли я туда зайти? Зайти. Если смогу, скорее всего, где-то с левой стороны. Вот за вот этой вот скалой. Там наверняка должна быть какая-нибудь дорога. Давайте идти туда. Неплохо. Давненько у нас с вами не было космоса. Будем пытаться как-то реанимировать канал. Пишу пока по одному. Ну, вот, смотрите, можно добывать. Можно добывать. Давайте. Пишу пока по одному видосику в день плюс стрим. Где-то. Ну, понятно, что будут дни, когда мы будем с вами чуть-чуть выпадать. Но это такое, сами понимаете, дело наживное. И исправимое. То есть нужно как-то втянуться в эту тему. А вообще хотелось бы писать по два видоса плюс стрим. Так, чтобы ежедневно. Ну, не считая каких-нибудь исключений. Там, знаете. Ну, могу же я себе позволить, наверное, сделать выходной раз в две недели. Или там что-нибудь такое. Так, какие-то лестницы. Там есть какие-то ящики. Они не открываются. Да, здесь очень круто прятаться. Ну, короче, в принципе, все понятно, как это работает. Нам нужно добыть сейчас флопсов побольше для того, чтобы... Открываем дверь. Вот. Вот, чувак, у нас уже, смотрите, спускает сраный бот. Нам нужно его уничтожить. Ни хера, как они умеют. Дверь открыл. Воу-воу-воу-воу-воу. Их слишком много здесь, ребят. Не-не-не-не-не, братишка. Что ж ты делаешь-то, блядь? Нифига, слушайте. Мне кажется, мы с таким пистолетом далеко не уйдем. Нам необходимо будет как-то... Как-то... Ну, куда ты пошел, твою мать? У нас кровотечение. Нас интересует... Да зарядись ты, господи! Слушайте, нам, наверное, нужно отсюда свалить, а потом только опять вернуться. Потому что все очень плохо. А почему он не заряжается? Ребят, уходим. Почему пистолет не заряжается? Я не могу понять. Нам нужно отсюда свалить, потому что они нас сейчас просто... Ооо, тут еще один. Блин, мы сейчас всех роботов пособираем. Я не хочу так играть. Пожалуйста, играй. Так, спокойно. Уходим, уходим. Какая-то точила стоит. Они стреляют прям очень жестко по мне. Смотрите, тачки действительно стоят. Сейчас мы отойдем на какой-то рост. Я не понял, почему не перезаряжается пистолет. У нас же есть патроны какого хрена? Ааа! Он на бегу не умеет этого делать. Ребят, вот оно в чем дело. Слышь, ты что, охерел что? Что ты себе позволяешь? Они еще отпрыгивать вот так умеют. Смотрите. Слушайте, ну мы хоть одного завалим. Ну окей. Профит. Фуф, ребят. Что-то я как-то рановато туда, наверное, пошел. А, 85 флопсов у нас есть. А, ну давайте соберем эти обломки. Могу ли я собрать именно конкретно эти обломки? Или нужно собирать вот эти обломки? Чтобы получить больше ресурсов, используйте газовый резак. То есть нам нужно изучить еще и его. Ааа, хорошо. Ну что, тогда будем, наверное, пытаться возвращаться. По аптеке у нас не все гладко. И нам бы найти еды. Нам бы, ребят, найти еды. А, вот сухой паек. Давайте используем. Будет ли это повышать как-то здоровье? Он поел. Да, здоровье повышается. Но, наверное, нужно будет заправиться еще кислородом. А ну давайте попробуем. Кислород пополняется. Хорошо. 719 единиц у нас есть. Вы не можете использовать столько кислорода. Да нам и не нужно, собственно. Так, давайте проверять патроны. 15 оси. Нормально. Подождите, они не разные? Нет, они не разные. Они одинаковы. Давайте будем зачищать, короче, эту базу. Наверняка там есть какие-нибудь интересные ништяки, которые мы сможем с вами взять. Кислородный клапан, кстати. Смотрите, какая интересная тема. Я думал, что... А можно баллоны как-то наполнить? Слушайте, а может их нужно выучить? Давайте проверим. Сейчас перейдем сюда. Значит, тут у нас фонарь. Резак. Резак, ребят, нас очень сильно интересует. Но результаты сбора, видите, тоже нужно приобретать. Увеличивает количество ресурсов, получаемых при сборе руды и разборе предметов на 4%. Приобретаем. Скорость сбора повышает скорость добычи руды и разбора на 5%. Приобретаем. И газовый резак. 640. Это количество флопсов, которое нам нужно. Ну как-то, блядь, прям... Или подождите. Да, слушайте, 640. Это прям дофига. Ну хорошо, что мы поняли, где у нас находится кислород. Уже как бы хорошо. Но баллоны наверняка где-то у нас крафтятся. Сейчас мы попробуем зайти еще раз на лестницу, повывозить каких-нибудь роботов, подобывать эти самые флопсы. Хотя вот здесь вроде бы тихо. И сожрать нас никто не хочет. Баллоны использовать нельзя. А взаимодействие. 3D принтер, ребят, есть. А, слушайте, баллоны крафтятся. Видимо, в этом 3D принтере. Смотрите, сколько здесь всяких ништяков. Сварочный аппарат второго уровня. Но он у нас не изучен. Различные фрагменты скаф... Скафандров. Так, на нас нападают, ребят. Нужно держать ухо востро. Так, я тебя вижу, братишка. Так, он у нас готов. Слушайте, а это какой-то другой у нас робот. Он какой-то слизью стреляет. Вот поц вонючий. Так, флопсы 27. Давайте попробуем подобывать эту штуку. Мне бы и еды найти. Вот это было бы прям вообще замечательно. Так, берем пистолет. 15 патронов. Что это у нас? Сигнальная ракета. Железо. В количестве 2 штуки. Еще железо валяется. Короче, лут здесь имеется, ребят. И не стоит его игнорировать. Так, патроны. 12-й калибр. Это для... Да хватит по мне стрелять, ублюдки. Ну что вы себе позволяете? Где он там валит? Я не могу понять. Не дает мне, сволочь, посмотреть, что в 3D принтере можно еще сделать. Что это такое? Это что-то неинтересное. Это просто декорации, видимо, какие-то. Так, открываем дверь. Ну, слушайте, прикольно вообще. Прикольная игра. Почему мы... Опа, пули, 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 пули. Давай, отлично. Есть, готов еще один. Кто-то опять заходит. Перезаряжайся. Быстрее, 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 быстрее. Видимо, они сейчас попрут все из своей кучи. Он наверху сидит. Ах ты, сволочь, подонок. Стоять. Еще один готов. Но, видите, как я и говорил, они будут продолжать лезть. Давай, 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 давай. Еще немножко. Еще один. Еще один, ребят. Пойди ты нахер, ну. Что ты себе позволяешь? Слушайте, ребят, патронов нужно очень много на лутание всего этого делай. По-моему, там еще кто-то зашел. Давайте глянем. Ну, вроде бы, пока все тихо. Нас очень сильно интересуют эти самые флопсы. Давайте мы их пособираем, потому что это самое ценное. А ресурсы будем забирать уже непосредственно вторым этапом. Вот. Кислота, металлолом, алюминий. Давайте посмотрим, как у нас дела в инвентаре. Ну, что-то типа есть. Подождите, а вот этот кусок я могу собрать? Он не собирается. Видимо, только вот эти вот ошметки, с которых собираются непосредственно флопсы. Слушайте, прикольная игра. Мне прям вообще заходит. Я прям люблю такое. Если хотите продолжения, ребят, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Собственно, пишите об этом в комментариях. Будем с вами разбираться подробнее. Я, правда, не знаю, на каких серверах. На этом ли мы будем играть? Потому что это все-таки приватный сервак. И, само собой, он может закрыться. Нам бы по-хорошему уйти на какой-нибудь официал. Ну, или что-то такое. Так, ну все, вроде всех выпилили. Мешать нам не будет. Давайте все-таки изучим, что здесь еще у нас имеется. Пули с цельнометаллической оболочкой. Э, где-то мы такое видели. Складской ящик. Медицинские наборы. Показано, что типа для этого необходимо. Биомасса, алюминий, нитрат, кислород и так далее. Здесь БР-81 предвестник. Вот такие вот винтовки крутые, которые, кстати, нужно прокачивать и делать. Крестоносец. Походные пайки. И баллоны. Медицинский спрей. Баллоны. Меня очень сильно интересуют баллоны. Прицел. Двухкратный зеркальный прицел. Слушайте, это прям get even, да? Когда мы из-за угла стреляли. Видимо, здесь это тоже работает. Ну, собственно, и все. Баллонов я не вижу. Но, может быть, не так-то они нам и нужны. Хотя хер его знает. Посмотрим. Так, по жизням у нас все хорошо. Продолжаем наше с вами движение. Очень обидно, что фонарик у нас работает отдельно от оружия. Так, наступает, по-моему, ночь, ребята. У нас тут закатик. Закатик это, ну, не то, что мне хотелось бы сейчас видеть. Потому что станет очень темно. И мы без фонаря, потому что оружие на вес золота, забрать вещи. Так, нитрат, давайте, заберем. Тут у нас еще один ящик. Так, это у нас стоять вот сюда. Хорошо. Ну, неплохо, неплохо. С этим можно достаточно быстро разобраться, в отличие от фростпанков. Почему я вспомнил эту игру, спросите вы? И какое она имеет отношение к Memories of Mars? Никакого отношения, но просто я ее сегодня записывал. Взаимодействовать индивидуализатор. Какое сложное слово. Так, здесь за флопсы можно, типа, видимо, покупать скины. А, видите, как это выглядит? Смотрите, то есть мы можем делать текстурирование. На, господи, цыганский какой-то прям шторой обвернулся с розами. Хотя нет, наверное, в морге что-то такое я когда-то видел. Ну, короче, мы можем делать текстурирование. И видите, чем пизже скины, тем они стоят дороже. Хотя, не знаю, в чем здесь замута. Но прикольно, прикольно, что есть такая возможность. И это все можно добывать внутри игры без доната. Меня радует этот факт, на самом деле. Так, ну что, пойдем еще, наверное, куда-нибудь сюда. Там где-то был еще один робот. Давайте подобываем вот эту хрень. Так, на нас уже кто-то нападает, ребята. Давайте брать пистолет, спрятаться пока за угол. Да, смотри, это вот этот слизень конченый. Давайте мы его попробуем убить. Куда ты идешь? Слышь, ты вообще нормальный. Успокоился быстро. 17 флопсов есть. Так, ну это ж можно как-то добыть теперь еще, да? Нифига не видно на самом деле. Рюкзак добавлен предмет металлолом и алюминий. Ну, типа, видимо, мы все уже добыли, все, что можно. Слушайте, ну неплохо. Так, где-то еще, где-то еще у нас атака происходит. Давайте зарядим патрончики. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Вроде попадаем, да? Отлично. Мы его с вами вывезли. Забираем флопсы 24. Смотрите, с каких-то больше, с каких-то меньше. Это нужно все учитывать. Ну, здесь типа все. Ну, ладно, давайте тогда спускаться. Мы так не пойдем. Пойдем, наверное, по какой-нибудь лестнице. Потому что там можно, наверное, упасть и у нас отниматься здоровье. Пойдем к какой-нибудь капсуле. Короче, ресурсы в большом количестве. Флопсы, понятное дело. Уже разобрались, как это все добывать. Давайте, наверное, кислородика немножечко с вами покушаем. Так, нас никто не хочет трогать. А мы пока посмотрим, что мы можем себе еще прокачать. Значит, смотрите. Была у нас выучена с вами квадратная... Нет, наверное, до строительства пока рано. Может быть, что-то... А где у нас скафандры? О, слушайте, а тут еще целая куча вот таких вот вкладок. Господи Иисусе. Вот наши скафандры. Смотрите. Защитное снаряжение снижает получаемый урон. 30 флопсов. Мы можем его тоже приобрести. Так. А... А, а у нас ничего нет. Я думал, просто у нас есть стоковый набор, да? Шлем, перчатки, типа и так далее. Хорошо. Тогда имеет смысл все это прокачивать. Защитное снаряжение снижает получаемый урон. 30 флопсов. Учим эту тему. Нагрудник рабочего у нас выучен. Снижает получаемый урон. Дальше. По прочности. Повышает прочность снаряжения на 2. А по шлему снижает вес снаряжения на 5. Давайте будем качать. Наверное, вес. Вы получили новый талант. Собственно, вес. Мы его выучили. Флопсов осталось 73. Цена производства снижает количество ресурсов, необходимых для изготовления снаряжения на 5%. Повышает прочность снаряжения на 2%. Ну, типа тогда будет у нас шлем телохранителя, а стоит у нас целых 640. Давайте попробуем прокачаться по скорости создания. Повышает скорость создания снаряжения на 10%. Значит, учим его. Снижает вес снаряжения на 5. Учим его. И дальше идет у нас на рукавник рабочего. Защитное снаряжение снижает получаемый урон. Все это можно запиховать, в общем, в наши слотики, которые есть в костюме. Окей, ребят, вот такая у нас получилась первая серия, первый взгляд на игру. Очень надеюсь, что вам все понравилось. Я, наверное, подожду, когда на серваке у нас придет все-таки день. Потому что ночью вы нихера не увидите. Я хотел бы просто первые серии отписывать, чтобы было хоть как-то более или менее светло. Может быть, мы поиграем в эту игрушку на стриме. А может быть, поставим на поток формат 30-40 минут. И может быть, даже со зрителями, подписчиками, с друзьями. В общем, как получится. Пишите все, что вы думаете об этом в комментариях. Не забывайте ставить лайк, если все нравится. Если хотите больше. С вами был Юрий Кот. А пока, мои хорошие, всем до новых встреч и до новых видео. А на меня здесь опять нападают. Субтитры сделал DimaTorzok.